Всем привет, дорогие друзья! Что у нас начинается настоящая осень, я ищу места, где я могу установить свет, чтобы меня вообще было видно, а не из темнадцатого и вещать. Время всего лишь час дня, час двадцать, на улице серенько, всё затянуто, небо не видно, начинается бессолнечная пора. Я уже сегодня сходила позанималась, и вообще сегодня у меня вышло видео, и я всё утро читала комментарии. В прошлое видео у меня было такое грустненькое, где я сказала, что, ну что-то вот, знаете, бывает такое. И сколько я получила поддержки от вас, знаете, я сидела, я чуть не плакала в тренажёрке, пока читала это, отвлекалась. Вот, знаете, немного людей на этой планете получают от стольких людей такие слова. Это вообще, конечно, невероятно приятно. Спасибо вам, что вы есть. В эти моменты я чувствую себя очень лаки, как это такой, что мне прям реально повезло. И, конечно же, меня это очень вдохновляет, заряжает, хочется для вас всё снимать. И действительно, как одна подписчица написала, что нечестно было бы так вот как-то закрываться, например, ото всех, только потому, что там есть какие-то хейтеры или просто люди, которые пишут ерунду от скуки. И надо к этому просто привыкнуть, что смотреть меня может кто угодно, я не могу это выбирать. Но, да, наверное, если будут такие вот комментарии ко мне снова приходить, знаете, особенно про внешность, ну это совершенно бесполезный комментарий про внешность. Одно дело, Настя тебе не идёт, а это вещь какая-то, да, или там прическа такая, хорошо тебе, а это не очень, да, потому что я могу поменять. А комментарии про внешность, которые я не могу поменять, знаете, как бы буду доживать, как есть, так сказать. Но такие я комментарии, конечно, буду просто их блокировать и всё. Зачем мне такие бесполезные люди на канале? И для вас, как у вас оказалось много, кто... Только такой поток комментариев классных, поэтому, знаете, ребята, я с вами буду делиться всем. Если я чем-то не делилась до этого, теперь я буду делиться. Сегодня я вообще планировала поубирать дом, но Ярман остался дома. Работает наверху. Но я думаю, что всё-таки он понимает, что он не прав, что он остался дома. Поэтому, может быть, он будет себя тихонечко вести, а я поснимаю для вас уборку. На улице ещё что-то хотела поделать. Но такие дожди у нас сейчас начались. Я очень вовремя занесла подушки с диванов, потому что они уже несколько дней стояли, сохли в гараже, были насквозь мокрые. И на улице они бы точно уже никогда не высохли. А тут у нас такой возможности нет. Хочу поменять постель. Но у меня здесь какой-то пирожочек просто развалился. Да. Ой, я, Господи, какой ты сладкий. Вот так. Ой. Ну разве можно так? Ну разве можно быть таким сладеньким? Ну что это такое? Ну что это за пирожочек наш сладкий? Как мама любит. Как мама любит своего пирожочка маленького. Люблю, люблю. Не маню просто. Но постель надо менять. Так что давай, Декстер. Вставай, либо терпи смену белья. Что ты выбираешь? Да ты еще не помогаешь, что ли? Ты еще и помогаешь? Да. Думаю, шарки. И что, такие глаза удивленные? Такие удивленные глазки. Маня, не моя плохая. Мы не pesticаем. Нас Rancho. Вставай. Мы собираемся, что нам помогли. Муууууу. Муууу. Мууу. кстати меня спрашивали про зацепки на постельном белье от кошек они могут случаться на как раз вот на том белье который я сняла есть такие потому что она тонкая там 160 плетение плотность а если 300 и больше то уже не остаются вот это вот 500 плетение перкаля перкаль плотная достаточно и на нем не остаются следы от такого цепляния единственное что если муж играет через одеяло на эти вот шуршание рукой и может ведь кот вцепиться и вот так вот откусить кусок такое было с сатиновым бельем с плетением 500 которая очень плотная но кусочек от кушен спасибо ярмо можно сказать что он самого и откусил кстати вот эти вот подушки длинные я не купила в h&m они там внутри типа синтепона кусочками такие дурацкие дурацкие чисто декоративные подушки я хотела просто посмотреть как они вообще приживутся у нас что будем с ними делать и они замечательно прижились поэтому я хочу купить новое с каким-нибудь более хорошим наполнением и наверное даже в икее потому что в икее стали делать такие 50 на 90 подушки раньше были только 60 на 60 по моему и нормальный обычно 50 на 65 петт а 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 Готово. Что может быть лучше чистого белого пастельного белья? Переходим в ванную. Сегодня у меня особенная чистка. Я буду не просто чистить душ, а мне еще нужно пройтись по всем швам и предотвратить появление плесени или еще чего-то. Потому что швы довольно глубокие и вода там иногда остается. В общем, нужно обрабатывать. Кстати, я заканчиваю все свои вот эти вот средства, которые я покупала для ванной, для чистки, да, там экологичные, неэкологичные. Я буду чистить после того, как у меня все это закончится, просто локом. А когда закончится лок, буду чистить обыкновенным мылом жидким. У нас специально продается концентрат такой, который очень круто все отмывает. То есть одно средство универсальное для всего. Поэтому заканчиваю все это. Я даже не буду рассказывать, чем я это мою. Теперь на пол я просто сбрызгиваю сначала тем же средством. И потом пройдусь вот такой вот щеточкой. Она очень жесткая. И должна все это хорошо оттереть. И те места, куда уже попала вода, под вот эту вот силиконовую штуку, я брызну хлором. Тоже помогает. Ну и вот какая красота. Все отмылось, никакого розового налета. Мне еще его нужно будет пройтись, это стекло снаружи, средством для зеркал. А я приступаю к раковине. Я купила такое специальное средство для удаления известкового налета. Вы мне советовали уксус. Но я пробовала. Он как бы помог, но не очень сильно. Я надеюсь на такое термоядерное средство из магазина. Хотя, вон, вроде бы, смотрю, там тоже не сильно помогло. Ну-ка, здесь. Ну, здесь получше. Вот прям размягчилось. Да, там, может быть, надо на ночь оставить. А еще я нашли. Я вообще подсела просто на этот сайт. Купила такую штуку. Это для того, чтобы чистить сток в раковине. И, честно сказать, я немножко побаиваюсь, что я там найду. Ну, как бы, а то да. Мне кажется, я вам это не буду показывать. Так что, если вы едите, можете есть спокойно. В общем, знаете, хочу сказать. Так, эта штука работает. Единственное, что могу сказать, рекомендую. Продолжу я, пожалуй, без камеры. Просто это ради вас. Теперь безопасно. Щеточка снова чистая. Она очень классная. Она прям реально прочищает вот эти вот все каналы, которые нужно прочистить. Все трубу и вытаскивают, если там вдруг какие-то волосики застрели. Вот. Вещь. Ну, я думаю, что они у нас есть в китайских сайтах. В китайских сайтах есть, поэтому рекомендую. Субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok Ну, все. Все сверкает. Блестит. Даже внутри этих дырок. Молодец, Настя. Все, надо отдохнуть. Я терпеть не могу мыть ванны, но, к сожалению, их надо мыть. К сожалению. тем более у нас их три но третью я мою реже потому что практически я не пользуемся там чисто кошачий туалет стоит только перед гостями либо если когда муж из дома работал тогда пользовались я так она пустая стоит и вот вот это вот главная ванна и гостевое гостевая душевая на первом этаже вот этими двумя мы пользуемся регулярно это если помыть ванную значит помыть две ванны 2 я тоже помыла но уже без камеры воспользовавшись моментом что я ушел тренажерку освободил диван я сейчас хочу поменять подушки наволочки все на такие рыженькие коричневые осенние а Вот все коричневое Это у нас бессменное одеяло Я думаю, что это будет зимнее Это такое из Zara Я его убирала, но мне муж говорит Где это одеяло Теперь его еще и Декстер очень любит Спит на нем, поэтому оно у нас тут И летом, и зимой Все Еще нашла тут осенний аксессуар Единственный Не знаю даже Вот я его сюда поставлю, наверное Чем не осенний декор Больше я декорировать ничем не собираюсь Блядь, как? Почему? Ну почему? Ну как так, блядь, вышло? Ну просто невозможно Ну это постоянно так Я не могу Ярма Ты где? Какая идиотская сушилка Просто невозможная Ну вот сколько можно Сколько я ее уже Распутываю фигню Она не распутывается Не могу больше Меня это бесит Вы не представляете Ну как так может Большое работать Чтобы вот этот узел Вот чтобы никто Никогда не распутал Обычный Постельный комплект Белья Дорогая Что я тебе сказала? Чтобы я не клала их вместе Да Вот это я сказала Я просто хотела Высушить один Постельный комплект Белья Вместе Что давно? Распутай, пожалуйста Наволочка Наволочка Ооо Вот Это первая А где? Это другая Что там еще что-то есть? А, вот есть Нет Нет Это внутренности Пододеяльника Блин А Бурет Бурет Вот Вот Смотрите Ты просто фокусник Да Вот 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 Скажите У вас бывает такое? Что Вот У кого есть сушка? У вас запутываются Также пододеяльники? Что это такое? Он даже Постельное белье Даже не посушилось Оно все влажное внутри И оно просто запутано В узел Который Чтобы распутать Нужно приложить Столько усилий И столько физической силы Куда смотрят Производители Сушильных машин Вообще На секундочку Ну что это За пупсик Сладкий? Такая вот Моя девочка По вечерам Вот такая вот Ласковая Это днем Она не дотрога А потом Очень даже Да? Сейчас Кукожилась Ну дай Поцелуй Ну дай Нет Все Меру-то тоже Надо знать Скажи вообще Что за фамильярности Жень Женечка А вот еще Трюк Дженни Дженни Иди ко мне Иди ко мне Моя хорошая девочка Дженечка Иди сюда Трюк не удался Дженни Дженни В следующий раз Покажу А я Ребята Вечер уже Я продолжаю Читать комментарии Которые мне приходят И Не только я Расстрогалась Мне даже мама Расстрогалась Она мне сегодня Звонила Говорила Что После того Как она читала Конечно Она же меня Очень любит Ей очень приятно Что столько людей Так меня поддерживают Вот сейчас 255 комментариев И они все Со словами Не просто там Какой-нибудь Маленький комментарий Они все Такие Насыщенные Такими Хорошими Словами Правильными Вы такие Умные Ну прям Не только добрые Еще и умные И У меня не хватит Слов благодарности Так приятно Кто-то из вас Переживает Что я вот Так там Раскисла И закрою канал Нет Нет До этого Еще далеко Если вдруг Когда это случится Это точно Не сейчас И не из-за этого Я как сказала Тогда Что я буду По-моему Слишком скучать Мне тоже От вас Такой заряд энергии Где я еще получу Это же Бесценно Просто Спасибо вам большое Доброе утро Друзья Я начинаю Свой завтрак У меня здесь Тост С яйцом И сверху Шведская Паста Рыбная Которую я Наконец-то Привыкла Через несколько лет Я вообще ее не понимала Сейчас она Make sense И Помидорки Которые Между прочим Домашние Выращенные В моем огороде Как и каждый Понедельник Вторник Четверг Пятница Я просыпаюсь Сразу Надеваю Спортивную форму Сейчас поем Поделаю Какие дела Подумаю И пойду Заниматься У меня кстати Пришла Новая штука В прачечную комнату Вчера вечером Это такой Стенд Который Очень классно Посмотрелся В ванной Даже просто Если нет Отдельной прачечной То ванной Тоже будет Очень здорово Смотреться Но я сейчас Поем И вам его покажу И мне нужно Его уже Переорганизовать А кое-что Там хочу поменять Ну что же Смотрите Ба-ба-ба-бам Какая у меня Теперь появилась Штучка Очень классно Вписалась Под сушилку Здесь я сушу Вещи Которые нельзя Положить В сушильную машину Деликатная И вот эта вот Штука уйдет Мне здесь Не нравилось Что Вся одежда Открытая Мы ходим Иногда в баню Мимо этого И вот Вся Грязная одежда Как бы здесь И это было Ну Не привлекательный Вид Даже в прачечной Мне хотелось Чтобы было Что-то аккуратное А такая штука Конечно Она замечательно Будет смотреться Даже в ванной На нее можно Там полотенце положить Какие-то бутылочки Поставить Я оставлю ссылку Где я покупала Это немецкий сайт Так что она будет доступна Только тем Кто живет в Европе Но может быть И в других странах Есть что-то похожее Вот здесь вот такая Съемная Штука То есть Если у вас Эта полка Стоит в ванной Вот так вот берете И идете с ней В прачечную С этим мешком Но у меня здесь Все рядышком Вот Так что Прощаемся с тобой Это Корзинка Из Zara Мне понравилось Как она выглядит Но когда она пришла Я помню Я говорила Что она Как будто бы Не на свою цену Знаете Как будто ее С Алиэкспресс Прислали Но в принципе Она довольно хорошо служила Видите Такая прям В стиле Не знаю 60-х Да Ретро Прикольная Она колесико Хотя мне здесь Колесики не нужны Не знаю Что с ней буду делать Наверное Может быть Продам На нашем сайте Сейчас постираю Вот эту вот штучку Ну вот Что у меня получилось Здесь теперь пусто И это мне очень нравится Больше поверхности Чтобы складывать вещи Там не ютиться Можно Здесь очень удобно Стоят мои Органайзеры Подмоющие средства Пятновыводитель Я просто снимаю С него Эту яркую Розовую упаковку И здесь корзина С вещами Которые я сложила И нужно убрать Сейчас как раз Время Когда их нужно Сложить По местам Обычно она должна быть Пустая Супер И здесь Свободное место Единственное Я еще хочу Возменить Вот эту корзину Это для Вещей Которые нужно Погладить И мне это не нравится Потому что Когда она закрытая Туда получается Не поступает воздух И они может быть Слегка даже влажные Поэтому я хочу Какую-то текстильную Либо соломенную С текстильным внутри Чтобы она дышала И тоже была Компактная такая Вот в этом месте Так компактно стояла И здесь у меня Гладильная доска Расположена Я довольна Это что за нежный мальчик Это что за нежнятина Декстер смотрит Просто следит Следит за нами Что это ты делаешь Мамаша Я глажу Максюшечку Максюшечку сладенький такой Макс такой сладкий мальчик Такой сладкий мальчик Это что за ревнуша пошла Декстер Давай я тебя тоже поглажу Не надо уже Поздно Раньше надо было Да? Иди ко мне Декстер Декстер иди Поглажу Ты же любишь меня Или так Так хорошо позанималась Пришла домой Наклонилась В полку Чтобы взять Резинку для волос В душ И меня прям Знаете Так прострелила Поясницу Прям Я в жизни Такого Ощущения у меня не было Это впервые Такая Ооо Как интересненько Поразминала Чего-то Поразминала Ну в общем Двигаться я могу Все нормально Ничего не защемило Но что это было Я понять не могу У меня конечно же Не 100% С поясницей Ну у меня все время были Какие-то там проблемы Со спиной Похоже Пора все-таки Взять курс У этого остеопата Которым я ходила Я ходила к нему Только несколько раз Но надо прям взяться И Постараться решить это Хотя уже сколько раз Я это решала Мне кажется Какой-то я мем видела Самое лучшее воспоминание Из детства Потому что Это то Что у тебя не болела спина Ну как бы У всех С возрастом Так после 30 Что-то там Потянет Потянет Если этого нет Это просто счастливчик Уникум человек И Ну не знаю Это вообще просто Супер повезло И хотела Ответить на один из вопросов Которые мне приходили В рубрику По совету Настя Девочка пишет Я учусь в универе На четвертом курсе Направление мне не нравится Да и одногруппники Иногда мне кажется Смеются надо мной Считают меня странной Из-за того Что я не общаюсь с ними И вообще молчу на парах Сама Я мне кажется Настоящий интроверт Которым очень тяжело Живое общение с новыми людьми Открываться им И я считаю Что у каждого человека Есть свой человек С которым можно поболтать И помолчать И в универе Я не общаюсь ни с кем Потому что они Не мои люди Была одногруппница Но она ушла в декрет Я даже думала Перевестись на заочку Или уйти на год в академ Но родители будут ругать И так последний год остался А на парах я не могу Мне то что преподают Вообще сейчас не интересно Направление не мое Дайте пожалуйста совет Может как-то не обращать внимания И так далее И тут значит Начали уже тоже писать советы Написано было Что не придавать Столько значения И она говорит Спасибо конечно Но иногда Надо мной Одногруппники смеются Обидно же Я им плохого Ничего не делала Я с ними не общаюсь А они из-за этого Иногда бывают Смеются Что даже не хотелось Идти в универ Видеть их И хотелось перевестись На заочку Один из случаев Я сижу на паре Решаю задачку Потом перерыв большой Я закончила решать задачку Пошла тихо в магазин Одногруппники все Уставились вслед У меня тишина Я вышла Думала что они там Смеются надо мной Что потом Не хотелось возвращаться На пару А потом на этой же паре Слышу от одногруппницы Она такая странная Обидно очень бывает И как раз я хотела Эту тему затронуть Про То что мне описали Настя Что ты думаешь По поводу того Что мы все хотим Нравиться Что Как что ты думаешь По поводу того Что каждый человек Хочет нравиться Другим людям Даже если говорить Не все равно Но хочет нравиться Так вот Это одна из потребностей Базовых По пирамиде масла Она недалеко ушла От еды и воды Обязательно Мы так как Мы социальные существа Социальные животные Нам нужно быть Принятыми в общество Это Это прям потребность Если этого нет Если мы Одиноки То мы страдаем Да Вот мы без Нет у нас коммунити Комуна Вот это вот Какой-то Да там Общей группы Единомышленников Это тяжело И если вам люди говорят Мне плевать Кому я нравлюсь Кому я не нравлюсь Они лукавят Это тоже Такой способ Защиты Чтобы себя защитить Чтобы не было Так больно Если они Кому-то Не понравятся Но если человек Действительно Это имеет в виду Если Искренне Плевать То есть Это уже Прямо Знаете Можно опасаться Так сказать Этого человека В нашей природе Заложено Чтобы Нас принимали И вот Когда в школе Или в университете В школе тоже Очень часто Обижают Дети вообще Жестокие Маленькие Но И в университете Четвертый курс Казалось бы Взрослые люди И когда Люди более образованные И может быть Больше путешествовали Они спокойно В этом возрасте Уже принимают Других людей Которые Отличаются И никто не будет Там говорить Какая иностранная Какая иностранная Вот Когда девочки Так говорят Какая иностранная Они Это говорят От неуверенности В себе Они не могут Вас понять Что Вами движет Какие вас интересные Они вас совершенно Не понимают И это их настораживает Поэтому Они вот так вот Знаете Прям Смотрят на вас Как на диковинку Потому что Им некомфортно Но это не ваша проблема Совершенно Очень интересная Такая тенденция Что все В школе В университете Кто были Популярные И Прям очень хорошо Принимались Обществом Когда они вырастали Во взрослую жизнь Они как будто бы Там и оставались Вот в этой школе Да Сильно ничего не менялось Так вот На том же уровне И остались Я очень много таких Знаю Из моей же школы А те Которые Не принимали Меня например Мне постоянно Говорили Там я Слишком худая Брови широкие Что-то Волосы пушистые Ну просто Вы понимаете Вот это вот Такое вот Шло на меня Давление в школе Я почему школу не люблю У меня как раз Тоже такие воспоминания Не хотелось ходить Я поэтому Прекрасно понимаю Такую проблему Но Это Поверьте Моему опыту Это делает Вас сильнее Вот Девочки Которых Там обижали В школе И говорили Ты там родина И еще что-то И такое Естественно Тоже бывает Когда сейчас Я нахожу Где-то в инстаграме Они живут Интереснее Скажем так Они где-то там Бутешествуют Или вообще Переехали В какую-нибудь новую страну Или несколько раз Переехали Или работа у них какая-то интересная Они вообще Расцвели в итоге Так что Мне кажется Это от того еще Что это действительно Закаляет Такое отношение К тебе Ты становишься сильнее Моего мужа Тоже в школе Обижали Кстати Ну там были Вот эти вот Були Они есть везде Так что Хочется посоветовать По своему опыту Естественно Воспринимайте Это как Именно Что вам Это учеба Вообще Тем более Не нравится тема Что это место Вам было дано Для роста Личности И все Вам остался Там один год Где-то Четвертый курс Пять Пять Ну полудиплом Обычно Пишется дома Остался год Этого Становления Личности Так скажем Примите Это как Данное Естественно Закончите уже Этот университет Не переводитесь Никуда Потом проще Будет уже Скорочка Какие-то дополнительные Образования Получите уже С высшим образованием Так что Вы сейчас Научитесь Жить вокруг Такой довольно Враждетной Обстановки Когда люди Совершенно Другие Чужие Вы станете Сильнее И когда вы Все это Закончите Возможно На работе Тоже будут Какие-то Такие люди С которыми Вам придется Уживаться Которые Будут не ваши Они все время Встречаются На нашем пути И этот урок Вам дан Как раз Специально Чтобы вы И в будущем Вам было проще Научиться С ними С ними Возможно Воспринять Уживаться Это потом В любом В любом случае Воспримите Это как игру Обучающая игра Ну и Кому-нибудь Кому-нибудь Даже комментарии Почему Раз я такая Неинтересна Но какие-то Злобные А они Все Классные Вы Прям Вы У меня Обалденные И Мне очень Повезло Спасибо Вам Увидимся С вами Очень скоро Пока-пока